Детали дня А вот водитель ваза и два его пассажира получили травмы Добавим, за последние три месяца в Белаярском районе произошло 520 дорожно-транспортных происшествий 45 человек получили травмы, двое погибли Причина большинства аварий – несоблюдение скоростного режима В прошедшие выходные южный микрорайон Заречного остался без холодной воды Причина, как пояснили в ООО «Акватех» в поврежденных проводах Без электричества напор на скважинах резко упал И обеспечить весь город водой не было возможности Холодная вода в квартиры жителей микрорайона перестала поступать в субботу Около четырех часов вечера Специалисты «Акватеха» выяснили, что скважины обесточены Место, где были повреждены провода, удалось найти только на следующее утро Порыв произошел в районе сада Кировский К шести вечера поломку устранили Сегодня утром коммунальщики ликвидировали уже последствия отключения воды В ООО «Акватех» говорят, от таких аварий никто не застрахован и в будущем Но все неудобства будут максимально быстро устраняться Мы уже, в принципе, пережили этот период Уже неудобства с подачи холодной воды, можно сказать, уже позади Я прошу, как бы, приношу извинения всем абонентам, всем жителям Потому что за вот эти временные неудобства Мы, в принципе, стараемся, чтобы таких ситуаций было всегда меньше Буквально несколько часов назад стало известно, что в микрорайоне снова отключат холодную воду Это произойдет сегодня с 11 вечера до 6 утра Завтра без холодной воды останутся жители Уральской, 24, Цержинского, 7А, Попова, 5, 9 и 41 Воду отключат на 1 час с 10 до 11 часов утра Информация предоставлена Единой диспетчерской службой Заречного Областные спасатели сегодня отчитали рыбаков за бесстрашие На Белаярском водохранилище прошел профилактический рейд «Тонкий лед» Патрулировать водохранилище Зареченским спасателям помогала Государственная инспекция маломерных судов Свердловской области Спасатели не только побеседовали с рыбаками, но и показали им, насколько сегодня опасно Разгуливать по водоему В некоторых местах лед сильно потемнел А это значит, что он активно тает Спасатели предупреждают Весной лед толщиной 20 сантиметров уже опасен для ходьбы И он вот такой же, просто, видите, он разрушается И человек, провалившись, практически не имеет возможности выбраться Потому что лед под ним ломается Добавим, что в выходные на Белаярском водохранилище было зафиксировано около 10 тысяч рыбаков Так что спасателям, похоже, придется еще не раз провалиться в холодную воду И прочитать лекции про тонкий лед В Заречный приедут именитые мотоспортсмены Накануне Дня Победы в городе пройдет традиционный чемпионат по мотокроссу На Кубок Белаярской атомной станции Об этом сообщил ведущий методист по спорту Алексей Берсенев Как спортсмен могу сказать, что проведем на высоте Как житель города, как зритель будем стараться для качественного обслуживания Постараемся провести зрелищно, красиво Мотогонки в Заречном пройдут уже в 48-й раз Это спортивное событие уже давно переросло из городского масштаба во всероссийский Чемпионат даже занесен в общий российский календарь соревнований Организаторы ожидают громких имен среди гонщиков И ведут переговоры с зарубежными спортсменами Старт гонок 4 мая В Заречном выбирали женщину года Первый этап областного конкурса прошел накануне в центре семьи Выбор, мягко говоря, был невелик В конкурсе участвовали всего две Зареченки Наталья Морякова и Зиновья Мукашева Единственные, кто отважился побороться за звание женщина года Участницы представили жюри презентации с фотографиями Рассказали, в чем состоит миссия женщины А также подняли проблемы воспитания детей Зиновья Мукашева выступила в номинации Хранительница домашнего очага А Наталья Морякова в номинации Профессия руководитель Имени победительницы городского этапа Так и не прозвучало Жюри предложили женщинам доработать свои проекты И, возможно, выступить с ними в следующем году Ваши презентации мы бы отметили именно как презентации Все-таки, а не как уже проекты, которые имеют право уже Для предоставления куда-то на более высокий уровень Члены жюри отмечают, что это все-таки ваши намерки И замечательно, что вы пошли в этом направлении Напомним, однажды Зареченка уже блеснул на конкурсе Женщина года В 2008 году на областном этапе Наш город представляла руководитель танцевального коллектива Академии таланта Светлана Пуликова Тогда Зареченка заняла первое место А теперь о погоде на завтра Прогноз предоставлен агентством Гесметио 9 апреля в Заречном будет пасмурно Температура воздуха ночью плюс 4 Утром на 2 градуса выше Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 9 К вечеру опустится на 3 деления Ветер переменный до 3 метров в секунду Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба Почему голуби не возвращаются с крыши энергетиков 8? Как любовь к пиратам помогает в спорте? И почему пустуют стоянки на Ленинградской? Расскажем вам в завтрашнем выпуске новостей А на сегодня это все детали До встречи